Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из-за этого, чтобы наши сердца оживлялись, чтобы наши сердца наполнялись мудростью, знаниями, вот такие вот маджлисы очень полезны для всего общества. Пусть Аллах сделает этот маджлис именно таким, чтобы мы, уходя отсюда, ушли с определенной пользой. И один из больших нигматов Всевышнего Аллаха, конечно же, это намаз, потому что Пророк А.С. говорит в своем достойном хадисе Самая лучшая обязанность, которую Всевышний Аллах возложил на мусульман, это намаз. И намаз, уважаемые братья, со всех сторон, она является очень полезным для мусульманина. И Пророк А.С. узнать важность намаза можем мы от слов Пророка А.С. Пророк А.С. покидая этот мир, он говорил Вы бойтесь Аллаха по отношению к намазу и бойтесь Аллаха по отношению к женщинам. То есть вы не будьте такими халатными по отношению к намазу, что когда хотим, делаем, когда не хотим, когда настроя нету, оставляем. Вот не будьте такими, Пророк А.С. говорил, и говорил, вы бойтесь Аллаха по отношению к женщинам, чтобы мы не притесняли их, чтобы мы не обижали их, чтобы обязанности, которые мы должны по отношению к женщинам, чтобы мы не нарушали. Мы знаем, уважаемые братья, что человек, когда он болеет, когда он уже вот-вот покидает этот мир, он говорит своей семье, своим детям, дает наставление именно самое важное. Вот так же Пророк А.С. уходя, покидая этот мир, он говорил Ас-Саллах, он говорил намаз. То есть не оставляйте намаз, не будьте халатными к этому намазу. Всевышний Аллах во многих местах в Уране говорит, чтобы мы исполняли намаз. Не просто, чтобы мы исполняли намаз, а именно в совершенной форме. Не просто так, вот, мы совершили намаз, мы сделали намаз, а именно в такой форме, которую показывал Пророк А.С. Из-за этого сегодня, когда среди нас есть ученые, когда среди нас есть мута'алимы, есть мечети, есть медресы, мы не должны ограничиваться на том намазе, который нас кто-то 20 лет назад научил. Мы должны идти к имаму, мы должны идти к ученым и исправлять свой намаз. Бывает очень много людей, которые ошибки совершают в Аль-Хаме, ошибки в Ат-Тахияте, неправильно совершают сужда, неправильно ставят голову. Вот это же намаз. Когда дело касается нашего здоровья, когда дело касается наших родственников, мы не жалеем ни деньги, не жалеем ни времени, мы куда только не идем. А когда вопрос намаза, стоит вопрос намаза, мы ограничиваемся только, как нас учил, например, наш дедушка или же кто-то другой. Мы должны с каждым днем усовершенствовать намаз. Вахбубну Мунаббах, он говорит, вот когда у нас были нужды, у нас были большие проблемы, большие печали, например, мы говорим, эти вопросы решали именно совершая намаз. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда на его душу как бы приходила какая-то печаль, он сразу прибегал к намазу. И они, вот эти саляфу салих, они вот эти проблемы устраняли именно совершением намаза, потому что Всевышний Аллах возложил, как бы поставил вот это в намаз. Из-за этого мы, уважаемые братья, мы должны стараться, чтобы каждым днем мы усовершенствовали свой намаз. И, конечно же, этим мы не должны ограничиваться. Мы должны проверять намазы наших жен, наших детей. Всегда проверять, чтобы этот намаз был совершенный, как бы, в таком виде, чтобы у нас была надежда, что Аллах примет этот намаз. Вот очень жалко тех людей, которые годами молятся, годами совершают намаз, но у них ошибки, серьезные ошибки. И когда говоришь им, они не принимают это и не хотят это принимать. Это же очень, это очень плохо. Хоть мы и маленькие, хоть мы то, что знаем, хотим преподносить, так нельзя. Хоть какой бы маленький ни был этот человек, если он говорит мне истину, если он меня призывает к милости Аллаха, я должен это принимать. Из-за этого вот это тоже мы не должны к этому относиться халатно. Пророк, алейхиссалату вассалям, в своем хадисе, который передал имам Муслим, он говорит, кто совершит ночной намаз в джамаате, и когда имам скажет Аллаху Акбар, мы за имамом успеваем. Вот кто совершит вот такой намаз, он как будто полночи провел в Ибадате. Вот такое вознаграждение пишется этому человеку. А кто совершит и утренний намаз в джамаате, тот как будто всю ночь провел в Ибадате. Вот такую милость, такое вознаграждение мы получаем от Всевышнего Аллаха. Вот тем людям, которые не могут совершить хадж, которые так сильно желают увидеть вот эти святые места, увидеть Мекку, увидеть Медину, увидеть вот те земли, которые ходил пророк, алейхиссалату вассалям. Среди нас есть очень много людей, которые хотят идти туда совершить хадж. Вот пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, переданном от имама Абарани, он говорит, кто пойдет совершить обязательный намаз в мечеть в джамаате, тот как будто совершил хадж. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, тот, кто пойдет совершить в джамаате намаз, тот как будто совершил полноценный хадж. А кто пойдет совершить в джамаате суннат намаз, например, вот недавно мы совершали тараух намаза в джамаате, это суннат намаза. Вот кто пойдет совершить суннат намаза в джамаате, он получает вознаграждение, как за умра, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Вот такие вознаграждения, вот такие милости Аллаха мы можем получить за совершение намаза. Умар, он говорит, что пророк сказал, кто хочет почувствовать вкус рая, то есть кто хочет получить рай, кто хочет зайти в рай, пусть он находится в джамаате, пусть он находится именно с коллективом, именно с джамаатом. Почему? Потому что, говорит, тот, кто находится в джамаате, тот, кто ходит в мечеть, этого человека, говорит, не может сбить шайтан. Потому что шайтан, он всегда бывает одним человеком. И если мы не будем ходить в мечеть, если мы не будем с джамаатом, если мы не будем слушаться имама, вот тогда именно нас сбивает и шайтан. Из-за этого очень много плюсов, очень много таких вот сторон, И он, когда мы ходим на джамаат, намаз, мы получаем очень много пользы. Из-за этого, уважаемые братья, в последнее время есть очень много мечетей, строятся мечети, но очень мало людей, которые ходят туда. И мы, аль-хамду лиллях, мы мусульмане. Если мы сами идем в мечеть, это не означает, что это наша только обязанность. Мы должны призывать своих родных, призывать своих детей. Есть очень много людей, которые дети на улице стоят, дети на улице играются и в футбол, и другие карты, там еще какие только игры нет. А отец совершает намаз, дедушка совершает намаз. Конечно же, есть среди них люди, которые говорят, но если мы от чистого сердца, вот как следует, если мы скажем, они, конечно же, будут нас слушать. Из-за этого нужно в этом плане тоже постараться. Муса, алейхиссалям, он спросил, говорит, у Аллаха, я, Аллах, какое вознаграждение тому человеку, который призывает на твой путь, который говорит, чтобы люди делали добро, чтобы люди оставляли плохое, какое же вознаграждение получает этот человек? И Всевышний Аллах говорит, сказал, я, Муса, он за каждое свое слово, которое он говорил, он получает очень большое вознаграждение. Из-за этого ради Аллаха призывать людей на намаз, ради Аллаха говорит, это для нас же очень хорошо. Пророк, алейхиссалям, уважаемые братья, он всегда призывал нас, чтобы мы вовремя совершали намаз. И когда у него спросили, какое же из деяний самое лучшее, какое же из деяний любит Всевышний Аллах больше всего, он говорил, Это намаз, совершенный вовремя. Почему? Если мы вовремя совершаем намаз, альхамду лиллях, а если мы оставляем его, через полчаса сделаю, сейчас вдруг уйдет, сделаю, то шайтан делает свое дело, и иногда этот намаз откладывается до другого намаза. Пророк, алейхиссалям, уважаемые братья, в хадисе, который привел имам Ахмад, говорит, Поистине в намазе есть лечение. Сегодня мы видим очень многих людей, например, или же он, или же дети, или же родители болеют, они бегают по всем больницам, по всем городам, уезжают в другие города, Ростов, Питер, Москва, не могут находить лечение и расходуют сколько имущества, столько заходят в долги, сколько времени они проводят в этом. Но Аллах именно вот это лечение поставил именно в намаз. Оставляя вот эту милость, оставляя лечение, которое находится рядом с нами, мы расходуем очень много имущества именно для этого. Из-за этого нам нельзя быть глупыми, нам нужно первоначальные наши задания, первоначальные наши обязанности, которые Всевышний Аллах на нас возложил, именно вот это ставить на первую очередь. Если мы будем как следует совершать намаз, иншаллах Всевышний Аллах будет нас и очищать, и духовно, и физически. Мы получаем милость Аллаха за каждый шаг, который мы делаем в мечеть, мы получаем один дараджа за каждый шаг, и за каждый шаг мы получаем прощение от Всевышнего Аллаха. Это какое прощение, уважаемые братья? Такое, если Всевышний Аллах нас не прощает, Он не принимает наш дуа. Именно грехи, они становятся преградой, чтобы не принимать наш дуа. Сколько мы делаем дуа, сколько мы просим у Аллаха, где бы мы ни были, и в хадже, и рядом с пророком, но мы видим, что не принимается наш дуа. Почему? Потому что у нас очень много грехов. Из-за этого за каждый шаг, который мы делаем в мечеть, мы получаем прощение Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах поможет нам, чтобы мы достойно совершали намаз. Вот у нас есть, аль-хамду лилля, имамы, есть ученые, нужно их использовать, нужно спрашивать, что бы ни было, арканы намаза, шуруты намаза, то, что портит намаз, то, что портит омовение. Сегодня особенно молодежь, они решают очень глобальные вопросы, можно ли этого человека убить, или же можно ли делать маулид, или же там еще какие-то большие глобальные вопросы, которые уже давным-давным решены. А если у него спрашиваешь, скажи мне обязательные действия о омовении, он теряется. Если спрашиваешь, что портит намаз, он теряется. Нам нельзя быть такими. Мы должны, то, что мы в первую очередь в могиле, то, что спросят, мы должны это конкретно, в совершенной форме узнать. Потому что от этого зависит и этот мир, и Ахират. Пусть Аллах нам поможет, чтобы наши намазы, наши молитвы, они принялись Всевышним Аллахом, чтобы они были в совершенной форме. И из-за бараката этого маджилиса, пусть Аллах просит наши грехи, наших умерших. Пускай Аллах сделает среди нас маслахат, уважение, любовь, и чтобы мы всегда собирались на такие вот хорошие маджилисы. Вассаламу алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова